Привет, друзья! Это Андрей Трофимов, Альгазета.ру. Возможно, после этого репортажа мне снова придется пройти через ряд судов и заплатить, как я его называю, налог на правду, потому что антигерой этого репортажа уже обещал мне показать, какой он высококлассный юрист. Но не рассказать об этой истории после того, как ко мне обратилась 88-летняя труженица тыла, я не могу. Тем более, что ни в полиции, ни где-то еще ей помочь не смогли. Жданова Валентина Александровна, 88 лет мне. Вы разбирайтесь с ней сами, а ко мне, пожалуйста, меня не тревожите. Нет, я вас буду тревожить, пока вы не отдадите ей деньги. Ну, если вы меня будете тревожить, я на вас в милицию напишу, господи. Какие проблемы? Пишите, никаких проблем нет, вы, наверное, плохо меня знаете. Вы загуглите, если вам неизвестно. Знаю я вас, не знаю я вас, вы меня узнаете тогда. Хорошо, мне ясно, я к вам скоро приду. Чтобы сэкономить ваше время, я сам перескажу вам историю знакомства бабушки со своим обидчиком, который, по ее словам, выманил у нее все имевшиеся деньги, которые она откладывала на лечение. И после отказа подписать на него ее квартиру, оскорбил ее и перестал выходить на связь. Познакомились они при следующих обстоятельствах. Бабушка жила в квартире с племянницей и ее мужем. Племянница умерла. Муж стал племяннице выгонять бабушку из дома. Говорит, что она здесь никому не нужна, чтобы она уходила в дом престарелых. Бабушка расплакалась, вышла на улицу, встретила соседку. И та сказала, что у ее дочери есть муж-юрист, и он ей поможет. Действительно, через какое-то время к бабушке пришел домой юрист Павел. Они заключили с ним соглашение, и он за небольшое время урегулировал вопрос этот с родственниками. Родственникам досталась дача и гараж, а бабушке осталась квартира, в которой она спокойно продолжает жить. И бабушка за это с Павлом щедро рассчиталась, но через какое-то время он снова вышел с ним на связь. Вы ему заплатили деньги за это? Да, обязательно. Я Павлу отдала 30, еще к этим 20. Он так доволен, так это тысячу раз спасибо говорил. Он звонит и говорит, что тетя Валя, ты дома? Я говорю, где же мне быть? Только в больнице или дома? Он говорит, что можно я к тебе приду? Я говорю, пожалуйста, приходи. Он пришел и говорит, тетя Валя, я к тебе с просьбой. Я говорю, чего, Павлик? Ты мне дай 60 тысяч в долг. Я говорю, Павлик, я накопила на эти 60 тысяч, пока лежала все в больницах. Я говорю, у меня еще должна операция быть. Я вот 5 декабря должна ехать в госпиталь, а без денег там делать нечего. А он говорит, тетя Валя, я тебе постараюсь отдать до 5-го числа. Ну ладно. Я ему дала эти 60 тысяч. Теперь он ушел. Он ушел. И минут через 20 он мне звонит. Тетя Валя, ты возьми все документы, которые на квартиру. И это самое... Вот это все. И паспорт свой возьми. И спускайся. Я говорю, Павлик, как же я спущусь? Меня только Валя поддерживает меня, она ухаживает за мной. Я говорю, я без нее не могу спуститься. А он говорит, ну ладно. Сейчас я что-нибудь придумаю. И он опять звонит минут через 15-20 и говорит, тетя Валя, мы сейчас приедем с нотариусом. А ты, чтобы документы лежали на столе, паспорт и документы все на эту, на квартиру. И ты должна подписать на меня жилье. Я говорю, Павлик, я подписывать не буду. Я буду умирать в своей комнате и на своей постели. Никому я подписывать не буду. И все, разговор окончен. Как он на меня орал, как оскорблял. Ну, в общем, так вот. Потом это самое... Я позвонила его теще. И тут Валя пришла, которая ухаживает за мной. Она в том подъезде, в первом подъезде живет. А мы с ней в одном цехе работали. Ну, вот. И это самое... Я говорю, Валя, а та тоже Валя. Я говорю, как твой зять поступил? Она такая, это он у тебя деньги-то взял? Я говорю, а мы с Оксаной думаем, где же он за такое короткое время? И вот, оказывается, он машину купил. Ему надо как-то ставить ее там на учет, что ли. И ему надо 57 тысяч, чтобы выкупить эту машину где-то откуда-то, я не знаю. Ну, страховка, скорее всего. Ну, наверное, не знаю. У меня не было машины, не знаю. Ну, вот. Я говорю, и так он меня отругал и требует еще квартиру. Я говорю, я не ожидала от него. Я говорю, давай ты мне телефон, хоть Оксаночке. Я ей позвоню, чтобы она с ним поговорила. Как она соскочит. И говорит, вы тут заварили кашу. И это самое, расхлябывайтесь, я не позволю, чтобы Оксаночку тревожили. Ну, и выскочила, и она теперь со мной не разговаривает. Я давай звонить ему. Вот я звоню, и каждый раз отвечают там, телефон недоступен. Телефон недоступен. Приходила ко мне вот эта, которая сидит. Соцработник. Да, соцработник. Я говорю, Света, позвони вот сюда по этому телефону. Она звонит, он отвечает. Я скорее беру, и Павлик, он только мой голос услышал, и сразу отключается. И вот несколько раз, так у меня другие телефоны приходили, приятельницы. Вот, вот он отвечает, только я возьму, он все. Ну, и все. Я пошла в этот... Полицию? Сначала я пошла, думала, к Токареву. А к нему надо на третий этаж подниматься. А на первом этаже там секретарь какой-то там записывает к нему. А там три ступеньки, ни поручни, ничего. И я не могла подняться. Валя говорит, давай, может быть, в милицию лучше. Ну, и пошли мы в милицию. В милиции была, он меня очень хорошо принял, все записал. Он говорит, ждите, мы придем, мы так это дело не оставим. А уж оставят, а нет, это уже две недели с лишним прошло. А вы в этом году, что ли, обращались к полиции? Да, 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 вот две недели прошло с лишним. А в госпиталь-то вы так и не съездили? А я ездила, а это нет квоты, конец года и квоты нет. А это денег у меня нет на это самое. Понял. Я предлагаю ему позвонить. Да. Павел Иванович? Да. Здравствуйте, это вас Андрей Трофимов беспокоит, альтернативная газета. Вы знаете меня? Знаете. Я сейчас вместе с Валентиной Александровной Ждановой в квартире у нее нахожусь. Она сказала, что вы у нее взяли 60 тысяч и не отдаете. Ну, я не знаю, о чем вы говорите. А то есть вы альтернативная газета, и вы вот такие вещи озвучиваете, да? Конечно, я сейчас снимаю репортаж по этому поводу, и мы с вами обязательно встретимся. Не, ну снимайте, пожалуйста, репортаж. Просто-напросто вы мне навязывать себя не будете, конечно. Это мое право. А насчет Ждановой, это вы с ней сами разбираетесь. Это ее личное дело. То есть 60 тысяч рублей вы давать не хотите, да? Ну, я вам еще раз говорю. Вы разбирайтесь с ней сами, а ко мне, пожалуйста, меня не тревожьте. Нет, я вас буду тревожить, пока вы не отдадите ей деньги. Ну, если вы меня будете тревожить, я на вас милицию напишу, господи. Какие проблемы? Пишите, никаких проблем нет. Вы, наверное, плохо меня знаете. Вы загуглите, если вам неизвестно. Знаю я вас, не знаю я вас. Вы меня узнаете тогда. Ага. Хорошо. Вам все ясно? Мне ясно, я к вам скоро приду. Да. Куда вы придете? К вам приду сейчас. Сейчас мы встретимся с вами. А куда придете-то? В квартиру к вашей... В вашу... Где вы прописаны? А где я прописаны? Вы знаете, где Оксана прописана? Я знаю, где... К вашей тещи пойду и узнаю, где вы прописаны. А тещи... В крайнем случае, в полицию сейчас обращусь. Заявление уже написано на вас, поэтому... Ну, и что? Ничего. И то, что вы так с 88-летней женщиной обращаетесь, это очень, мягко скажем, некрасиво. А с чего вы взяли, что кто-то так обращается? Почему вы такие выводы делаете? Мне можно сказать. Да, говорите, конечно. Павлик, ну почему ты так со мной поступил? Почему ты... Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете продолжить разговор. Сколько, получается, времени он вам уже не отдает эти деньги? Три месяца... Четвертый месяц уже. Четвертый месяц. Обещал вот к 5 декабря вернуть. Да, к 5 декабря. А вы никакую расписку с ним не брали? Ну откуда я знала? Раз он, это самый такой человек, думаю, ну кто... Мне никто никогда, это самое... Я когда на кирпичке это жила... Тогда была касса взаимопомощи пенсионеров. И я была уполномоченная. У меня больше 103 человека было. Меня никто никогда не обманывал. И я никогда не обманывала. Я в магазине работала уборщицей. Столько я раз находила деньги, золото находила. Я все всегда отдавала. Потому что я прожила всю войну. Мы эвакуировались. А у вас есть какая-то, не знаю, вот кроме инвалидности, не знаю, там, вы, не знаю, участник войны, дети войны? Как ты это признала? Это да, у меня Путин это присылает, он у меня там на тумбочке. Удостоверение? Это удостоверение, это надо потеряла, я надо мне выправлять. А ну в качестве кого вы признаны? Это самое во время войны работала я. Работник тыла, что ли? Да. Я во время войны на фабрике Красное Эхо в Переславле портянки шили бы. А сколько вам тогда было лет? Двидадцать. Как ее? Валентина, а отче-то тоже, я не знаю. Мы все, Валя давали. И на Чеванкина? Да, Чеванкина. Она, значит, Оксаны, до него жены мать. Да, да, да. Хорошая очень девочка. Она работает в Москве, английский преподает. Оксана, да. Она здесь всегда эти самые преподавала. И к ней ходили такие люди, учились. Значит, он, получается, в Москве живет, да? Нет, нет, нет. Он живет на Клементьевке. А где на Клементьевке, я не знаю. Но факт тот, что это теща-то сказала. Сейчас они еще квартиру купили. Знакомая ситуация, на самом деле. Страшная, неприятная, но знакомая. К сожалению, такое бывает нередко. И в данном случае я, вот по разговору даже с этим человеком, который без какой-то капли сожаления, вот по телефону, да, еще с какими-то такими, типа, вы сами меня узнаете, кто я такой, как бы. Если что-то напишете или расскажете, значит, я представляю, что человек просто бессовести, да? Просто понимает, что бабушка не подписала никакие документы, вот. Там ни расписки, ничего, там свидетелей нету, дескать, она ничего не докажет. А если будет там что-то требовать или рассказывать, как бы, да, в суд на нее подастся, или на меня, вот. Ну, я не знаю, я молчать про это, конечно, не буду. Я об этой истории расскажу и попрошу вас, дорогие друзья, так как мы действительно не знаем его адрес, его место работы, вот, для того, чтобы с ним встретиться, показать, так скажем, героя во всей красе. Я прошу вас, кто узнал по фамилиям и отчеству, по голосу, значит, этого человека сказать мне, написать мне его адрес, его место работы, род деятельности, так скажем. И я ему, так скажем, вот так бесследно для него вся эта история не закончится, я уверен. Вот, как минимум, если не полиция, то хотя бы общественное осуждение. На этой ноге у меня четыре операции было. Четыре операции, я даже не могу никуда выйти. А вы сказали вам, деньги нужны на сиделок, да? На сиделок, потом анестезиологу надо, врачам все равно надо, медсестрам надо. Я вот пролежала два с половиной месяца, у меня вся спина, вся задница в этих пролежнях. Я до сих пор еще никак не могу вылечить. А сколько на лекарства идет? Это мне люди подсказали вот про вас. Я уже не знала, куда придут то одни, то другие. Я никому плохо не делала, никому. Почему он так? Ну, Господи, спросил бы, сказал, тетя Валя, я тебе в два, в три раза отдам. Что же, я не поверила бы, а то сразу на квартиру, отдавай квартиру.